Если говорить о самом процессе реорганизации системы образования в Наринмаре, то он происходит в штатном режиме, заявила руководитель Департамента образования, культуры и спорта Галина Медведева. Между тем, волнующее педагогическое общество вопросы, связанные с передачей полномочий и организационные моменты, сегодня обсудили на встрече руководителей школ детских садов с Департаментом образования Ненецкого округа. Самые тяжелые моменты позади. Уже зарегистрированы уставы школ, идет работа по открытии счетов в казначействе, подготовка документов для переоформления лицензии на образовательную деятельность. Финансирование школ будет выполнено в полном объеме. Часть средств уже получил детский сад «Кораблик». Заведующая садиком Светлана Плотникова говорит, что это заслуга всех участников образовательного перехода. Ожидали, конечно, более длительных сроков оформления документов, но сработали очень быстро. Детские сады, я считаю, все в городе сейчас работают в штатном режиме. Сотрудники практически не ощутили никакой нервозности, волнения, потому что при переходе нам очень большую помощь оказали департамент, налоговые очень быстро сработали, я имею в виду с документами. Работаем в штатном режиме, заработная плата, все считаем, выплатим. А планы на будущее будут все так, как запланировано, да? Я думаю, что будет еще лучше. О слаженности процесса говорят и директора городских школ. Все идет в плановом порядке, никаких задержек в заработной плате не предвидится. Отработали бухгалтерия и администрация очень хорошо. Отработало, наверное, управление образованием округа тоже очень четко и правильно. И мы вошли, так сказать, в государственное учреждение практически без потери, без каких-то затрат, материальных и моральных в том числе. На качестве это никак не отразится, потому что все, что мы запланировали, мы исполнили. Учителя отреагировали на этот переход спокойно, с пониманием. Теперь, когда система образования находится в одних руках и представляет собой одну семью, городские школы и сады могут тесно взаимодействовать с поселковыми коллегами, делиться с ними интересными методическими разработками, сценариями, опытом в научно-техническом творчестве. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Как проходит процесс передачи образовательных учреждений города в ведение округа, в интервью нашему телеканалу рассказала заместитель губернатора, руководитель департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Галина Медведева. С 1 января мы приняли городские образовательные учреждения всех типов и идет в спокойном режиме все. За первую неделю мы все уставы отработали, то есть мы получили уже зарегистрированные в налоговой инспекции. Затем казначейство точно так же очень быстро сработало достаточно. На сегодняшний день открыты счета в образовательных организациях. В части образовательных организаций уже началось финансирование, то есть мы перечисляем. Они получают ЭЦП, ну для того, чтобы могли производить определенные финансовые операции. Кроме того, завершается и процесс сегодня подписания соглашений о выделении субсидий. И финансирование оно и сегодня идет, и вот с 25-го оно пойдет в плановом режиме по всем учреждениям. До учреждений сегодня доведено, когда им будут идти поступления. И прежде всего это, конечно же, первая часть заработной платы, которую они будут выплачивать. То есть задержек по заработной плате нет? Задержек от нас нет. Я думаю, что и очень быстро сработают и сами школы по перечислению этих средств. Начисление проведено. Это первая часть заработной платы, да. Поэтому достаточно быстро должно все пройти. А повлиял этот процесс передачи на качество работы школы, так скажем? Ну, это, наверное, только на качество работы директоров и, главное, бухгалтеров, да. Потому что у них действительно объем увеличился, и нужно было все делать очень не просто быстро, а делать надо было очень качественно. Если некачественно сделаешь тебе, то в одном месте не примут, то в другом, да. Поэтому здесь было очень четко сработано ими. А учебный процесс, он как начался, пошел в штатном режиме. Сбоев в учебно-образовательном процессе нет. Школа работает по своим нормативкам, да. Школа работает по своему расписанию, по своим штатным, как они определяли. Мы провели на сегодняшний день консультации со всеми директорами школ пока, да. Дальше мы пойдем по детским садам. Цель наша основная – познакомиться, что представляет из себя школа, какая у нее действует программа развития, на что нацелена школа, какие у нее есть перспективы, задачи, предположим, да, что они видят в будущем, это первое. Ну и второе – они принесли и свои, кроме штатных расписаний, еще и положение об оплате труда. Для того, чтобы посмотреть, есть ли большая, небольшая разница, потому что мы все равно должны с сентября, да, мы говорим, переходить на единую систему оплаты труда. Это же понятно, да, в любой точке единого субъекта должна быть единая система образования, единая система культуры, ну и единая система оплаты труда, несомненно, а уж в одной-то отрасли тем более. Поэтому вот сейчас, как только пройдет, в феврале мы начинаем смотреть эти положения сами, отрабатывать, ну и дальше будем отрабатывать со школами.